Если вдруг в конце нашей работы вы решите, что не хотите, имеете полное право. То есть в конце, когда мы завершим, я еще раз спрошу у вас, разрешаете ли вы, если вы передумаете, вы скажете нет. Это полное ваше право. Скажите, пожалуйста, могу ли я вас перебивать? Времени у нас не так много, если будет такая необходимость. Да. Да. И разрешите делиться с вами своими наблюдениями. Хорошо, да. И последний буквально завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, как вам для вас лучше, чтобы я проявляла свое партнерство как коуч? Как бы вы хотели, чтобы это способствовало вашему прогрессу и помогало вам двигаться к той цели, с которой вы пришли? Ну, у меня реально есть сложность. Она такая, которую я к ней не подступалась вообще сейчас, я просто ее наблюдаю, эту сложность, и я действительно, то есть для меня важно поискать решение. И может быть, вот то, как вы... Менее очень понятен вопрос, что значит, как вы должны себя проявлять или как можно вам проявлять себя, да? Я буду ориентироваться на ваши пожелания. Я могу проявлять себя по-разному. Как это комфортно для вас? Уважительно. Чтобы вы чувствовали партнерство. Ну, когда приходишь в коучинг, ты же, ну, как бы, приходишь с каким-то своим мужем, уже в любом случае есть определенное желание. Я, наверное, не очень... Я изначально по умолчанию допускаю, ну, раз, такую атмосферу, в которой мне будет комфортно общаться, да, вот, пожалуйста. Спасибо. Наверное, да. Смотрите, какое-то там, какое-то там давление, критику, то есть, да, не хочется испытывать. Хорошо, спасибо, Маргарет. И буквально завершающий вопрос. Давайте будем ориентироваться буквально на 30-35, максимум 40 минут, чтобы еще была возможность у участников хоть немножечко задать вопросы. Тогда с чем вы пришли, что будет для вас сегодня лучшим результатом нашей работы? Для меня, наверное, было бы хорошо задуматься об этом вопросе и поискать другую модель решения, нежели ту, которую я делаю, которая у меня есть сейчас, да. У меня вопрос, к которому я пришла, это запрос, то, что у меня сын подросток, 14 лет, и я вот начала четко ощущать новые вещи, которые меня стали волновать, там, отдаление ребенка, да. А с другой стороны, у меня сильный контроль. И я хочу найти какую-то новую модель взаимодействия с сыном, которая была бы, скажем, более экологична, скажем, ему приемлемая, приятная, сохранить этот контакт. Вот, ну, может быть, это очень большой результат на одну сессию, но, наверное, хотелось бы, может быть, тогда, если это большой результат, если его надо сузить, то, может быть, хотелось бы тогда найти хотя бы, что конкретно не стоит делать, да, что конкретно прям не стоит делать, а уже потом поискать решение, как правильно. А как думаете, как вы думаете, за 35-40 минут мы новую модель с сохранением контакта сможем создать? Ну, не знаю. Давайте, у меня первый опыт вот коучинга такого профессионального, у меня до этого не было. Не знаю. Может быть, ну, наверное, давайте пусть лучше, может быть, она будет не максимально в детальках проработанная, но хотя бы будет понятно направление. Хорошо. И когда вы говорите о направлении, что появляется, когда вы понимаете направление? У меня появляется желание меняться, контролировать свое поведение сейчас, да, то есть, чтобы оно было, потому что я понимаю, что я не изменюсь очень быстро, но я, по крайней мере, могу чувствовать, ну, вот, хочу, хочу чувствовать и думаю, что если я буду чувствовать вот это вот желание и понимание, что я делаю правильно, то я смогу лучше контролировать себя, лучше планировать свое время для общения с ребенком, ну, то есть, я смогу делать какие-то более осознанные вещи, уделять этому внимания лучше, да. Более осознанные вещи, да. Могу ли я поделиться? Вы говорили о двух, то, что я услышала, вы говорили о двух таких важных темах, желание меняться и контролировать свое поведение. Да, желание меняться и контролировать свое поведение, потому что мне почему-то кажется, что ты не поменяешься без вот этого внутреннего контроля. Ага, а правильно ли я вас слышу, контроль первичен? Ну, потому что то, что моя работа, она моя модель поведения, она там уже отшлифована годами, да, и поэтому, извините, это осознанно только, значит, применять какие-то свои собственные контроль над собой. Я слышу модель поведения, могу ли я сделать следующий вывод, что это то, на чем вы хотите работать сегодня? Да, я хочу работать над своим взаимодействием с ребенком, то есть, то, что я должна делать по-другому, изменить, делать по-другому. Конечно, это вот в первую очередь, когда я говорю о том, что я хочу, ну, то есть, я хочу изменить, я хочу, наверное, даже не то, что изменить, я хочу изменить свою модель взаимодействия с сыном так, чтобы мне было, ну, которая соответствует вот тому, что происходит сейчас в этом возрасте, да. И я считаю, что моя прежняя модель взаимодействия тоже была недостаточно правильной, да, то есть, мне, может быть, хочется ее изменить и улучшить. Когда изменится эта модель поведения взаимоотношения с сыном, что в вашем восприятии должно измениться также? В моем восприятии должно быть, ну, для меня важно получить определенное чувство уверенности, что я делаю все правильно. То есть, у меня будет спокойствие, больше спокойствия, да, в понимании того, что я выбрала себе определенные принципы поведения, определенные поставила, может быть, себе задачи, которые я должна делать, или там, или определенные элементы реакции, которые я могу себе позволять, да. И дальше придерживаясь этой системы, да, я знаю, что я чувствую себя спокойнее в том плане, что у меня, что я со своей стороны делаю все то, чтобы дальше эти отношения развивались правильно. Ну, я, конечно, чувствую сигналы, да, то есть я очень, я же сейчас чувствую сигналы, что что-то я делаю не так. То есть я надеюсь увидеть, как подтверждение сигналы цена, что я двигаюсь в правильном направлении. Что будет этим сигналом для вас? Ну, может быть, меньшее закрытие с его стороны, меньшее претензии с его стороны, большее у меня чувство уверенности, что если что-то пойдет не так, он ко мне придет, да, поделится очень. То, чего, то, чего, вот, хоть почему навязываешь контроль, и потому что боишься. Почему тебе это важно? Да, потому что он у меня один-единственный, и как любая мама, я очень хочу, чтобы он прям стал, чтобы его прям жизнь была без всех каких-либо других там, чтобы я его могла как можно больше оградить, больше всего там проконтролировать в нужный момент, иметь возможность предотвратить что-то плохое, ну, конечно, потому что это, потому что это сын. Не, не, я спросила, Маргарита, и вот в этом вашем желании. Я не могу сейчас, наверное, пришла, и пришел интуитивный толчок, поделюсь с вами, да, что пришел интуитивный толчок. Вопрос был связан с тем, какое себя вы проявляете в этом желании. Но когда начала формулировать, немножко сама уже чувствую запуталась. То есть вам, может быть, понять вот так вопрос? Как я себя проявляю? Да, вот какую себя вы проявляете, когда хотите этого? Боюсь, что опять какую-то, может быть, такую же доминирующую, ну, или там как минимум, опять же, я хочу попробовать иметь какой-то контроль над ситуацией, но я хочу иметь чувство спокойствия, контроля, но при этом не быть в режиме контроля, да. Как это не можно с вашей точки зрения? Как это возможно с вашей точки зрения? Контролировать или не контролировать? Только, наверное, если ты можешь чувствовать, что есть такие отношения, при которых, если у ребенка возникает сложность, он к тебе придет сам. Тогда вот такой может быть момент, да, вот это чувство уверенности, что если помощь будет нужна, то он сам к тебе придет. Как сейчас обстоят дела с этим чувством уверенности? Ну вот я не могу сказать, что он, ну, сейчас больше я в режиме навязывания какой-то своей модели и задавания вопросов, да. И, конечно, с обратной стороны, вот в этом возрасте как раз вот этот момент и начинается от отражения, когда тебе что-то навязывают, да, закрытие, если, ну, вот, он может просто сказать, что прибежит такой мама, а потом ты не поймешь. И убежит. Ну, капец какое разочарование, потому что явно было желание с чем-то поделиться, а потом как вторично пришла какая-то мысль, что, да нет, какие-то могут быть еще последствия от этого, и убежал. И вот разочарование очень сильное, то есть это означает, что где-то вот этот момент сейчас проходит, где вот эта связь должна, ну, вовремя трансформироваться во что-то другое. То есть до этого были моменты, когда, ну, я такая больше, наверное, все-таки доминирующая и такая навязывающая какую-то свою позицию, поэтому там школа важна, там спорт важен, всякие занятия. То есть я там ранжировала время каких-то занятий, сама искала, чем ему там заниматься. Ну, как мне кажется, какой-то момент времени мы там все стараемся все это организовать сами, но где-то надо перейти вот в этот элемент свободы, но свобода не такой, что когда человек просто закрывается, и дальше он там вообще для тебя абсолютно невидимый, а чтобы вот сохранился какой-то контакт, который позволит человеку с проблемой к тебе прийти. Поделиться, например, тем, что ему хочется поделиться, чем ему хочется. Тогда я хотела бы спросить, вы сказали о себе доминирующей и навязывающей, а как же вам тогда нужно измениться, или как должно измениться ваше мнение о себе? Что-то появился элемент свободы, элемент доверия в ваших отношениях с ним. Вот я поэтому и понимаю, что здесь как бы мне надо меняться больше, вот. Ну, я думаю, что надо отпустить какой-то принять, отпустить вот это вот желание контролировать, да, или там желание там навязывать то, что, как мне кажется, правильнее, чем ему. Ну, и чтобы это отпустить, надо принять, что, может быть, он будет делать не то, что мне хочется. У вас есть какие-то сложности с ним? Конечно, я очень боюсь, что он, да, все на свете, что он сопьется, когда будет подростком, что он попадет в плохую компанию, что он у меня не из тех, кто сам давит, да. Раз оказалась я такой, то, наверное, все-таки он у меня оказался таким недавящим сам, да, он доставляет какую-то защиту, но сам по себе он, как мне кажется, достаточно мягкий. И вот это все, ты хочешь это все предотвратить каким-то образом. Знаете, я хотела бы поделиться, я обратила внимание на то, как вы говорите о себе и как вы говорите о нем. О себе вы говорите, что вы любите контролировать, что вы любите комминирующие, навязывающие, а особенно сказали, он не из тех. Ну, да, и мне кажется, что здесь я в какой-то степени тоже могла на это повлиять. У него позиция скорее уйти в закрытие, то есть уйти в скрытую какую-то информацию, внешне не проявить реакцию, но не сделать. И вот вообще с людьми он тоже занимает такую роль, да, больше в стороне, а не лидерскую роль. Могу ли я попросить вас, пригласить вас перевести наш диалог, нашу коммуникацию к вам, вернуть ее к вам, а вернуть ее к мнению о себе и к мнению о нем? Как вы думаете, будет ли это полезно? Да, давайте, вам же со стороны. Я спрашиваю, я думаю, будет полезно говорить о вашем мнении о себе и ваше мнение о себе. Не, нормально, комфортно. Да, нормально. И тогда я хотела бы спросить, вот эта модель поведения, модель поведения, которая является контрактом на нашу сессию, новая модель поведения, действуя в соответствии с которой, у вас появляется чувство уверенности, что вы делаете правильно. Да, да. Эта модель поведения, вы говорили об изменении, да, вот она, каких изменений, не хочется говорить слово требовать, но может быть нуждается в каких-то изменениях эта модель поведения, чтобы она состоялась? Ну, во-первых, наверное, изменение того, что я вообще могу и должна что-то контролировать. Ну, это я, кстати, и понимаю. Я к этому даже со стороны, скорее, работы больше пришла, да, что в какого-то момента, когда ты работаешь с определенным уровнем людей, ты уже не в режиме контроля должен работать. И вот ребенок в подростковом возрасте, он, похоже, тоже вот в этом режиме находится. Вот, то есть если ты там еще там три, четыре, пять, шесть, мне кажется, мне было комфортно, и ему было комфортно, да, от такой модели работать, то сейчас это тот момент, когда так уже нельзя. И измениться надо мне в первую очередь, я стараюсь, вот я просто не очень могу понять. Могу ли я тогда спросить вас, что нужно понять? Нужно понять, что является, вовремя понять, что является элементом контроля, что отталкивает, а что является элементом, а что наоборот оставляет открытым диалог для того, чтобы человек мог прийти. Я, может, вообще в этот коучинг пошла за тем, чтобы научиться как с сыном с этим общаться вот последующие годы. Маргарита, скажите, пожалуйста, вот вы такую связку сказали, отпустить, принять. Отпустить желание контроля и принять элемент свободы. И также вы чуть ранее заметили, что принять вам сложно, потому что вы боитесь. Да, потому что я боюсь, да, я боюсь сказать. Ощущение контроля давало ощущение, что ты, ну, спокоен. Какой же здесь выход? То есть ощущение контроля дает ощущение, что... Не боишься, меньше боишься, больше спокойно. Контролируешь, меньше боишься, да? Так все-таки какой же здесь выход? Если он вообще, вы сказали, отпустить, принять, но не могу принять, потому что боюсь. Выход должен быть. Почему? Потому что если продолжать в таком режиме работать, что происходит дальше? Ты чувствуешь, что у тебя этого контроля уже нет. То есть уже этот элемент контроля перестает давать спокойствие. То есть он просто уже не работает. То есть нужно... Ну, то есть я прекрасно понимаю, что теперь от того, что я там пытаюсь навязывать какое-то свое мнение, я только наоборот отдаляю сына. Поэтому мне хочется либо вообще как бы отстраниться, да, и как-то стать совсем в стороне и посмотреть просто... Ну, и просто смотреть, как это все идет, и стараться наблюдать. Либо мне хочется вот выстроить какой-то этот диалог, ну, то есть не диалог, а хотя бы такое время и такой тон, такие вопросы, которые позволят... Ну... Вы пропали. Ой. А меня слышно или... Или только Анжела пропала? Надеюсь, у меня... Да, я же вижу лица потом. Надеюсь, что только я. Да, Маргарита, вас слышно. А вот Анжела. У меня пропала связь. Я пока бежевно допью кофе. Да, да, допивайте кофе. Я сейчас посмотрю, что у нас в участниках. Маргарита должна к нам вернуться. Маргарита, простите. Анжела, если вы к нам вернулись, пожалуйста, поднимите ручку, чтобы я могла вас перевести в группу. И сегодня у нас пространство работает вместе с нами. На каждой сессии. Да, переподключается сейчас. Наш Лава. Переподключается Анжела. Вот, сейчас вернемся. Прощение. Неожиданно дал нам... Воля неба дала нам одну минутку. О чем-то возможно подумать. Как нам сейчас лучше продолжить? Какая мысль для вас последняя была? Для меня... У меня была последняя мысль о том, что я могу использовать... Я могу сфокусироваться даже на таких моментах, как тон голоса, или как вопросы, которые я задаю, да, и как я предлагаю какие-либо вещи, да. То есть, даже вот, может быть, такие маленькие вещи могут быть началом вот на таком пути. Потому что, когда ты просто... Меня, знаете, часто говорят, сын, что... Мама, ты сейчас опять считаешь, что я что-то не то сделал. Или там, ты считаешь, что я тупой, да. Хотя на самом деле я же так не считаю. Вы сказали, он не из тех, кто... Он, что вы имеете... Я не услышала. Вы сказали, он не из тех, кто... Он мягкий. Да, он мягкий, но у него как бы... Он мягкий, но он со своим мнением, да, со своим видением, и он, имея свою позицию, он просто в таком формате... Хотя вот сейчас трансформация началась в режим, когда идёт эмоциональный всплеск. То есть если что-то не так, то может прозвучать и крик, и рычание, да. Ну, то есть он пока не кричит вот так вот, он начинает рычать, и это тоже элемент такого яркого выражения. То есть я не знаю, какая это реакция будет. Ну, то есть я понимаю так, что... То есть у меня обратных сигналов очень много, что я делаю как-то не так. Но мне надо... Но мне надо... Ну, я хочу... Первое, опять же... Ну, кстати, я хочу... Я хочу, чтобы дальше отношения... Так, я, кажется, повторяюсь, да? Да, да, да. Ну, ничего страшного, если для вас важно это повторять. Могу ли я ещё использовать прямую коммуникацию, повторить? Да, это важно. Вы сказали... Мне кажется, что это важно. Вы сказали, он, имея свою позицию. И я хотела бы у вас уточнить ваше желание контроля, ваше желание доминировать и навязывать. Как согласуется с тем, что он имеет свою позицию? Я поняла. Возможно, именно то, что его позиция и то, как я... Мне хочется, чтобы он имел такой взгляд, как у меня. Он, понятное дело, имеет свой. Мне кажется, что его позиция менее эффективная. И я вместо того, чтобы я начинаю ему доказывать, что его позиция, ну, то есть целый там день неэффективна. Боже, какой кошмар. То есть мне нужно принять его позицию. А это страшно тоже, потому что позиция подростка это играть, нафиг учиться и всё остальное. То есть... Получается так, что раньше контролируя, навязывая, я типа чувствовала спокойствие, а теперь понимаю, что это не работает, но прийти к принятию его позиции во мне опять вызывает весь страх, боже, как же он будет жить. Что думаете, надо либо отпустить и подумать, что дальше достаточно и дальше уже должен жить как... Ну, блин, не хочется это ещё прям так отпускать. Надо найти какой-то другой способ, да? Блин, надо отказаться от идей вести его к тому, к чего ты хочешь. Это прям вообще... Например, себе нарисовать его позицию, представить самое худшее, к чего он себе может так достичь и с этим смириться, как вариант. Вот он хочет не учиться, он хочет играть и вот представить, что человек будет всю жизнь играть. Блин, и что дальше, как с этим смириться? Я не знаю. А вы в какой роли боитесь и в какой роли не можете с этим смириться? Да, ну, я хочу, чтобы он... Я в какой роли боюсь? Я боюсь в той роли, что он ни к чему не будет стремиться, ничего не добьется. Вы этого боитесь как-то? Да, я очень хочу, чтобы он был в состоянии двигаться дальше самостоятельно, независимо от меня. А как в вашей голове это возможно, если вы его все время контролируете, навязываете двигаться самостоятельно? Да, но я же, когда я говорю, что я хотела бы, чтобы он был в состоянии двигаться самостоятельно, это значит, я хочу, чтобы он умел решать вопросы сам. он научится, я еще раз объясняю, как же он научится вашей фантазии, как он этому научится двигаться самостоятельно и решать вопросы самостоятельно? но я же сейчас не, это нечаянно включила, я же не научится, если я это буду делать за него, не научится, но я, получается, это я понимаю, я думаю, что, 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 если я стараюсь этого не делать сейчас за него, понимаете, в чем дело? Я боюсь, что у него стремление не будет вопросы решать, то есть, я типа хочу не решать его проблемы, но я хочу, чтобы у него было стремление вообще что-то делать и решать эти проблемы у него, а если я просто отойду, то мне кажется, что у него не будет стремления куда-то двигаться, то есть, получается, я допускаю, я боюсь, что он не научится не потому, что я это делаю, а не научится потому, что у него не будет желания и стремления, понимаете, потому что проблемы возникают по мере того, как ты стремишься что-то делать. Как контроль, ваш контроль связан с его стремлением? А мой контроль, он не в том, что он делал, а мой контроль скорее в том, как я навязываю ему там иди учись на курс видео, помоги мне там сделать ролик, давай вот разберемся, вот иди на спорт, то есть, у меня навязывание вот в этом плане, не в плане того, что конкретно он делает, мне вот не это важно, а мне вот хочется его все время выпихивать из вот этого его очень узкого пространства, которым ему комфортно. Вот контроль скорее это вот в эту сторону, да, выкидывать его куда-то в большее пространство, чтобы у него там возникали сложности, с которыми он должен работать. Маргарита, могу поделиться? Да. Смотрится ощущение, что вы достигли своей цели, тогда мне совсем понятно, чем вы недовольны. Ну, потому что он этого не хочет. Вы его выкидываете в это пространство, в свое подсталкивание, вы его выкидываете в это пространство. Да, но он же огрызается, он же, и это нормально. Смотрите, я хочу просто, чтобы, если можно, может быть, это моя какая-то галлюцинация, но мне очень хотелось быть услышанной. Вы говорите о том, что вы хотите, чтобы он вышел в это пространство, и он выходит, но тут же вы говорите о отношениях, которые ухудшаются. Потому что он начинает дальше больше противодействовать каким-то этим моментам. Он хочет, чтобы его не трогали, оставили его там, где он есть. Да, и он перестает делиться тем, что вот, что меня вот второе больше волнует, что он перестает делиться тем, что его, для него ценно, тем, что ему нравится, да, какими-то игрушками в своем компьютерном мире, да, какими-то моментами, вот, боясь, что это станет, что я этим, что я, что в ответку он получит какой-то негатив, да, какую-то опять задачу, какую-то опять, ну, то есть, что оно ему станет от этого хуже. Хорошо. Я хотела показать, то противоречие, которое для меня прозвучало как противоречие, как нигде парадокс, ну, окей, я так поняла, что вы эту линию не очень поддержали. А можно мне ее еще раз услышать, Анжела? Да, поговорили, что вы своим поведением хотите, чтобы у него появилось стремление, да? Да. Вот, и поэтому вы его, как вы сказали, навязываете, ну, пойди туда, сделай то, вот еще на этот кружок запишись, еще это сделай. И ваше стремление, вернее, ваше навязывание и желание, чтобы у него появилось стремление, приводит к ухудшению отношений. Да, да. Да, и тогда можно я вопрос формулирую? И вопрос, возможно, это будет выглядеть как или-или, и это будет каким-то ложным путем, но я хотела бы все равно спросить, задать этот вопрос. Вы чего все-таки больше хотите, чтобы у него появилось стремление или чтобы у вас были хорошие отношения? Ой, какой сложный вопрос. А мне хочется и того, и того. Для меня, ну, это для меня, да, это мой мир, я поэтому и сказала, да, что это с моей позиции. какая-то есть, наверное, последовательность, что первично, что вторично. Да, что вам кажется все-таки первично, отношения или стремление? Вы знаете, в какой-то момент времени, до этого момента, я все равно брала вот стремление важнее, да, стремление важнее к тому, чтобы ему, чтобы он учился, чтобы он занимался собой, чтобы он, то есть стремление к какому-то расширению движения дальше, к каким-то новым целям и задачам, мне казалось, это важно. Но потом я в какой-то момент поняла, что люди, которые просто рядом и позволяют ему ничего не делать, оказывается в жизни связаны с гораздо большими эмоциональными моментами теплыми, которые он вспоминает. Да, вот бабушка, например, которая там ему готовит, я хочу, чтобы он сам готовил завтраки себе, а бабушка ему готовит все на свете с утра до вечера, и бабушка самый близкий оказывается, ближе оказывается человек, чем я. И мне становится ужасно обидно, что ты не получаешь, что ты не остаешься в памяти человеком, с которым связаны позитивные эмоции, а ты остаешься человеком в памяти, который все время требовательный и так далее, и которому что-то, это прям ужас какой-то. И я не хочу так. Чего ты? Я хочу, чтобы я тоже оставалась в позитиве, чтобы были моменты, которые радостные со мной связаны. Блин, вроде как и в отпуск ездишь и отдыхаешь вместе, но получается, что вот этого позитивного не сохраняется, а сохраняется вот это вот требование от меня. И я не хочу так. И получается, что если ты чего-то от человека требуешь, это логично, что он тебя воспринимает как бы человеком, который чего-то, ну, то есть, понятно. А ты вот хочешь остаться в этой жизни человеком, с которым, блин, но это получается, знаете, как-либо принять сам факт того, что вот все, что вложено, это уже вложено, а дальше это уже он сам, да, и перестать давить, и просто отойти и наблюдать, и постараться сохранять просто хорошие моменты. Это означает, нужно принять, что уже, наверное, вот эта схема давления, она, наверное, уже, может быть, ничего и не принесет. Вот. То есть... Могу ли я еще на то, что обратить ваше внимание? Мне показалось это важным. Очень хотела бы поделиться, разрешаете? Да. Вы говорили о вашем давлении как о желании избежать страха, о контроле как о желании избежать страха. При этом вы неоднократно говорили, я очень боюсь, не страшно. То есть насколько вы осознаете, что это ваше? Осознаю. Вот, что это от страха движет четко, да, вот это не от движения к, чтобы там у него там все супер-супер, да, а это от страха от, чтобы у него не было плохо. А что больше остается этим страхом, если предположить, что там что-то могло быть? Можно повторить вопрос? Что больше вероятно стоит за этим страхом, если предположить, что там что-то бы могло быть? Ну, примеры людей, которые, что больше, да, но, знаете, когда, то вы знаете, мне кажется, больше вот, наверное, и, то есть, если ему стало плохо, да, и он не смог вы, ну, стать самостоятельным, двигаться со своими жизненными интересами, да, то худший вариант получается какой, что ты начинаешь дальше в своей жизни решать проблемы ребенка, да, или там, ну, то есть худшие вещи это какие-то, ну, не дай бог, там, жизнь его, да, или здоровье его, Павла, 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 скажете? Что скажу? Ну, скажу, что я, я думаю, это прям глубокий вопрос. потому что это надо смириться с какой-то такой совершенно, ну, то есть, это часть смысла жизни. Часть вашего смысла жизни? Моего, конечно. Хорошо, тогда я сейчас кратко, если позволите, расскажу, с чем мы работали, тогда решим, как нам лучше всего завершить нашу работу. вы пришли с запросом на новую модель поведения, сделать по-другому, изменить свою модель взаимоотношений с ними. И критерий это чувство уверенности, что я делаю правильно. Да. Да. И вот, собственно говоря, мы практически уфинишим черты, уфинишим прямой. Как вы считаете, что еще нам нужно сделать, чтобы цель была достигнута? Вы знаете, вы копнули мне в то самое глубокое, да, получается. На самом деле, вот эти вещи, почему происходит так, да, и чего на самом деле я боюсь, они намного важнее, чем сама модель. Я вот с самими моделями смогу проработать, а вот понять и принять вот этот вот момент, который только что, вот я поняла, это расхождение между одним и другим, да, для меня это прямо вот важно, да. Мне, я думаю, что я над этим сама еще подумаю или приду, может быть, в коучинг, действительно, потому что здесь хочется продолжить. Вот, но я поняла, мне кажется, самое главное вот на этом этапе, да, то есть, где какое мое внутреннее убеждение, или какое мое внутреннее убеждение меня, в общем-то, ну, вот определяло вот тот стиль поведения, который у меня был до этого. И теперь мне с этим немножко легче, чтобы двигаться дальше, чтобы к новой, к новой модели прийти. То есть сначала нужно... Для вас важно. А? Насколько для вас важно то, что вы это поняли? Мне важно, очень важно, да, потому что одно дело, когда я себе сама говорю, послушай, ты просто в такая доминантная, да, а другое дело, когда я понимаю, какого глубокого страха я боюсь и каким образом просто я до этого пыталась этим защищаться. как это возможно изменит ваше даже отношение с сыном или ваше действие поведения это понимание? Есть ли у него потенциал, есть ли энергия у этого понимания что-то изменить после коучинга в сессии в вашей жизни? Да, потому что это на самом деле не результат только одной этой сессии, да, то есть я уже в сессию пришла, я уже до этого в обучение пришла с тем, что она меня мучает, да, поэтому это уже, знаете, это уже когда там у тебя начинает что-то болеть и давить, то ты уже ищешь решение, то есть я просто понимаю, что мне дальше чуть-чуть еще надо с этим работать с пониманием, а вот когда у тебя внутри меняется с принятием, с сознанием, то вот техника уже, модель, она уже намного легче. Вы что-то о себе сегодня узнали? Ну да, насколько глубоко я страхами оперирую и насколько глубоко я оперирую больше на вот эту негативную картину, да, нежели на какие-то другие правильные, не то же правильные, более позитивные вещи, которые, наверное, вот эта мотивация вот это прям вот то, что сейчас очень остро почувствовалось и моя собственная уязвимость, да. Пожем ли мы завершать? Да, да, потому что это было с ценностью. Вот то, что вот я сейчас проговорила, да, это ценность, это, знаешь, это когда ты себе тут как-то закрываешь и не смотришь, да, потом вот благодаря вам берешь заслонку, отодвигаешь и подсматриваешь, что там дальше глубже, это ценно, да, потому что разово это проговорив, ты уже от этого не откажешься, ты уже это не можешь просто выбросить, да, и сделать, хотя этого не помню. Это еще один шаг дальше к движению. Я хочу вас очень искренне поблагодарить, тема была непростая, но вот ваша искренность и ваше желание, приверженность мне разобраться, спасибо вам огромное и спасибо за такое, не знаю, настоящее, что за то, что вы все, что говорили, ну, говорили, во всяком случае, для меня это звучало как по-настоящему из самой глубины вашей души. И вам спасибо за подсвечивание своевременное. Знаете, это слово коучинговое подсвечивание. Это подсвечивание коучинговое, но, пожалуйста, там где-то у вас прозвучало, нет? Ну, да, я его где-то в курсе, где-то читала, но я имела в виду то, что во время сессии вы вот-вот делили на несколько моментов, смогли мое внимание остановить и туда копнуть в то место. И последний уже точно вопрос, разрешаете ли его сессию использовать? Да, разрешаю. Что-то мне кажется, что я не одна такая. Понимаете, что кому-то поможет. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам, да.